Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, пора начать дальше проходить игру, которая называется Гараж. Да, это именно та кровавая месиловка, которую мы с вами недавно начали проходить, так что поехали. Глава 6. Железная дорога. Я не спутаю этот запах ни с чем. Так воняет только в нашем метро. Да, не только в вашем. Это, по-моему, везде так воняет. Ну что же, приступаем. Пойдемте, посмотрим, что у нас здесь будет. Ага, жрет он там уже. Так, шоколадка. Съели. Я надеюсь, этот трупак не встанет. Вау, 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 вау. Так и думал, что встанет, а? Охламонище. Не подойдет ни одна тварь ко мне, поверьте. Так, что это за строитель, или кто он такой, а? Но он, по крайней мере, сильнее других остальных зомбарей. Так. Получил свою гад-аптечку. Это хорошо. Три аптечки. А, я больше не могу взять, ребята. Хорошо, это предел, видимо. Так. Ну иди отсюда, говнюк. Вот единственное, ребята, в чем проблема, это в прицеливании. Очень слишком такой, скажем, разгул моего прицела, что он не концентрируется хорошо на врагах. Так, зомбарь. Вот так, отлично. Что у нас? Неужели все патроны? Ну да, в принципе, для пистолета, по ходу дела, полностью. Так, 7 и 28 в запасе. Значит, обойма у нас не так велика, и, естественно, мы ее не сможем никак увеличить. Так, коробки. Опять патроны для пистолета. И тут то же самое. Слишком много всего здесь дается. Наверное, неспроста. Оп, а это что такое? А-а-а, жрут, гады, а? Тихо, 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 тихо. Не надо тут выделываться, выеживаться. Так, они этого чувачка жрали. Значит, он наверняка подорвется. Так, я не понял. Вроде пистолет лежит, да? Я думал, что это... Ага, патроны взяли. Выбиваем, конечно же, дверь. Значит, ты решил мне помочь, Бутч? Слава богу. Я уже думал, что ты не перезвонишь. Чувствую себя полным идиотом с этой трубкой в руке. Завязываю с болтомней. Ты мне поможешь? Отвечай, да или нет? Да. И ты не отступишь от своего обещания даже под страхом смерти? Знаешь, тут везде страх смерти. Короче, да. Тогда поклянись, что пойдешь до конца и вытащишь меня отсюда. Да, я вытащу тебя, детка. Скажи, клянусь. Типа, клянусь? Отлично, новобранец. Ты принят в спасательный отряд. Отныне нет никакого Бутча. Тебе это ясно? Принят куда, детка? Меня зовут не детка, а анаконда. И здесь я задаю вопросы. Что видишь вокруг, новобранец? Я не совсем понял последнюю фразу. Что видишь вокруг? Черт бы тебя побрал. Вижу трупы солдат. Плохо. Это территория дредноута. Дредд кого? Одного ублюдка. Есть его псы. Почуют запах твоего дерьма. Ты покойник. Попробуем обойти их со стороны метро. И запомню. Увидишь солдат, стреляй. Погоди. Зачем мне стрелять в солдат? Ты спятила? Это в твоих же интересах. Стреляй или беги. Но только не попадайся им в руки. Конец связи. Ага. Так, ребят. Мне здесь еще не хватало и солдат. Кстати, вы заметили? Вот я смотрел на главного нашего персонажа. Он очень круто похож на Сталлоне. Внешностью. Именно вот по лицу. Так, это кто такой? Оу! Щет! Фига! Да ладно! Тут уже с огнестрелами пошли. Ребят, враги. Причем это далеко не зомби. Ай! Так, один готов. По-моему, еще должен быть один. Так, патроны полностью. Где? Где он? Где он, гад этот? В общем, посмотрите, ребята, на лицо. И мне кажется, что вы со мной согласитесь, что на Сталлоне он похож. Эликсир вечной жизни. Вы же... А, ребят, по-моему, мы это с вами читали. Да, была у нас в прошлой серии реклама этого эликсира вечности. Кстати, мне кажется, что именно из-за него все дело и пошло. Ящики не ломаются. Жаль. Хотя, может быть, ломаются. Так, открыть. И... Блин, я всего стремаюсь, ребят. Если честно. Так, а тут выбить можно, бери. Так, интересно, куда нам лучше? Давайте, наверное... Черт. Ага, здесь тупик. Ну, давайте тогда здесь посмотрим, по-своему. Так, верстак не работает. Здесь, в принципе, ничего нет. Попробуем разбить ящик. Бьется он? О, бьется, ребята. Так что... Ну, только бесяво, конечно, что все время приходится переключаться. Вот зачем я это сделал? Блин, я все время путаю кнопки. Просто так взял и использовал аптечку. Дурень. Блин, ну неужели все время придется с топором, а? Может быть, он ногами сможет сломать, а? Так, что такое? Что происходит? Ага, это типа чекпоинт. С обратной стороны заперто. А тут нужен ключ. Так, обстановочка такая накаляется у нас. Дайте-ка я сломаю этот холодильник. Дай пройти, стул мешается здесь. Мы заходим с вами в зону. И я так понимаю, что, ребята, здесь еще будут у нас солдаты, вояки. Я надеюсь, что не зомби. Хотя лучше бы они были зомби. Что такое? Метро, да? Поезд, что ли, едет? Электричка. Оу! Приехала! На свою голову. Ага, это еще не все. Что-то тут произошло, видимо, да? Оу! Здрасте, приплыли! Ага! Ну вот она, видимо, наверное, территория дредноута. Ну и тут, я смотрю, нас поджидает горячая перестрелка. А как, интересно, я там буду с ними справляться, а? Вот в чем вопрос. Так, сохранение, это замечательно. Значит... Че? Оу! Щет! Хе-хе! Я уже на расслабоне, блин, иду. Совсем забываю про этих зомбарей. Потихоньку, потихоньку. Закрыли, да? Ага, понятно. Прохода нет. Давай двигаться по чуть-чуть. Что? Да... Тихо, блин! Вот гады! Да хорош, блин, лезть-то ко мне! Ух! Справит. Ха-ха-ха-ха-ха! Давай, беги! Ну все, надеюсь, блин. Мне проблемы не нужны. Я скандалов не люблю. Так. Не понял я что-то. Ага, вот сюда. Слушайте, по-моему, здесь же чувачки-то эти и стоят, да? Ну-ка, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потихоньку, полегоньку. Ага, вот они, блин. Ай-яй-яй. Там чувак-то нехило жарит. Далеко не с пистолетиком, по-моему, он был. Ух! Расчикал. Так, пистолет... Узи! Ага, вот оно что. Ребят, ну... Что я могу сказать? В Very Good мы имеем Узи. Правда, 12 патронов всего как-то мало. Ничего, еще будет время у нас затестить его, я надеюсь. Так, что нам здесь делать? Может быть, батончик какой-нибудь выбьем? Ага. Подкрепляемся и... Элеватор. Поехали наверх. Зомбарь какой-то там лежит, наверняка встанет. Так, ящики. Может быть... Блин, да чтоб тебя, а! Все забываю, что не та кнопка, ребята. Ну-ка, Узи. Ну-ка, попробуем ногой. Может, сломается все-таки? Ага, ребят. Три раза надо пнуть, и ящик сломан. Опачки. Что он там крикнул? Что он крикнул там? Но он не идет ко мне, по ходу дела. Давайте возьмем. Мне почему-то шотган больше нравится, ребят. Потому что у него убойка мощнее. Так, переключить. Ага, что-то открыл. Оу! Неплохо. Совсем... И сейчас эти чуваки еще сюда, наверное, прибегут. Да, ко мне? Или нет? Да, бегут. Вижу я их. Ну давай, где еще двое? Я ведь знаю, что вот там где-то. Где отсюда? Так, последний должен быть. Вот он. Шикарно. Так, что я там взял? А, патрон для Узи. Так, ну это мы сломаем позже. Блин, переключил на свою голову. Нет, дробовик, конечно, вещь. Ну что же, пора и Узи испытать. Здесь-то... О! Так, семь патронов для Узи взяли. Здесь у нас что? Сохранение. Так, какой-то чувак сидит у нас. А, нет, это трупак. Ясно. Ключ и записка. Так, почитаем. Я с детства любил поезда и всегда мечтал работать начальником вокзала. Потому, когда мне предложили эту работу, я с радостью согласился. Так я стал начальником секретной линии метро, которая доставляла сотрудников корпорации на их рабочие места в секретном подземном центре. Все было придумано очень ловко. Работники заходили в торговый центр под видом покупателей, спускались на парковку и оттуда служебный лифт доставлял их сюда. Это была интересная работа, но мне не давал покоя поезд номер ноль. Он приезжал сюда каждую ночь в сопровождении вооруженной охраны и был до отказа чем-то загружен. Как-то раз я улучил момент и втайне от охраны заглянул внутрь вагона. Он был заполнен трупами. На каждой трупе висела бирка. Собственность Смит Инвестмент. Я человек верующий. Я верую в великого голубя и в его великую книгу. В которой написано, что труп не может быть чьей-то либо собственностью. Как после всего увиденного я мог продолжать здесь работать? Но я продолжил. Я грешен. Да, простит меня великий голубь за грехи мои. Эти трупы пришли сюда за мной. Понятно. Вот так вот, ребята. Он верит в великого голубя и в его книгу. Ну, вы, надеюсь, поняли, да? Про какого голубя он имел в виду. О, батончик спрятал. Молодец, спасибо тебе. Так, ну что, ребята. По-моему, здесь мы все обыскали. Ничего здесь больше нет. Ключ мы подобрали. И... Так, а здесь как нам? Вот так вот. Никаких проблем. Опа, опа. Это что у нас? Это у нас мост. Смотри, что внизу происходит. Внизу бегают трупы. Так, открываем. Как открыть-то, е-мое? Не понял я. Не ломается. Ах, нужно просто нажать на действие, и она открывается. Так, куда же нам с вами пойти? Ключ-то у нас, интересно, есть? Есть. Хм. Так, нам либо сюда, либо вот здесь можно посмотреть. Так, съели. Погоди-ка. Это случайно не повтор у нас? Нет? Это новое что-то? Черт подери. Погодите, мы же здесь уже были. Да, ребята? Ха. Я и думаю, что-то знакомое все. Хорошо, давайте тогда мы с вами вернемся. И вот сюда, наверное, ломанемся. Так, загрузочка. Это значит чекпоинт. Хорошо. Прием, это Анаконда. Как слышно? Привет. Слушай, давай без этих твоих. Прием, так точно, конец связи. И вообще, мне нужно с тобой поговорить. Никак нельзя новобраниться. На задании никаких лишних разговоров. Кстати, теперь твой позывной сверчок. Почему сверчок? Потому что много сверчишь не по теме. Как же ты сейчас похожа на моего старика? У тебя проблемы с отцом? Нет, он умер. Только не жди новобрань, что я стану тебе жалеть. Мы с ним были не особо близки. Сверчок, ты хочешь уболтать меня до смерти? Может, лучше расскажешь, какой у тебя план моего спасения? План? Нет никакого плана. Я так и знала. Поэтому закрой рот и слушай. Сейчас ищи лестницу вниз и спускайся по ней в старое депо. Там жди дальнейших указаний. Конец связи. Как насчет, пожалуйста? Конец связи. А разговор был короткий. Кстати, да. И вам не кажется это странным, а? Вот эта вот анаконда. Почему-то она попросила у меня клятву, да? Что я должен ее спасти. Такое впечатление, что она тут. Что такое опять тут начинается? Так, с другой стороны заперто. Как слышишь только эту музыку, все. У меня сразу... Мандраж какой-то. Выбить дверь. Так, здесь никого нету. А то мало ли где-нибудь спрячутся эти зомбари. Так, нет. Я уже слышу. Вот. Уже там жрут, гады. Сейчас мы им дадим залпа. Слушайте, УЗИ, конечно, хорошо, но... Вы посмотрите, с какой скоростью тратятся патроны. Так, ну что, давайте посмотрим. Так, у нас здесь ходит чувачок, я смотрю, да? Это, видимо, охранник. И он здесь не один. Странно. Это где вообще происходит дело-то? Ага. Открываются здесь двери. Слушайте, только не говорите, что я должен туда к ним пойти. Заткнись ты нафиг. Ладно, ребята, видимо, придется. Как бы я этого не хотел. Это где же нам показали? Вот здесь, по-моему, да, это место? Или нет? Да, 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 вот он, вот он. Вот он стоит. Е-парасетэ заметил. Ну? Ай, закончились патроны, ребята, закончились патроны. Нужно бежать. Где здесь что-нибудь есть такого? Нету, нифига. Дробовик, всего лишь один патрон. Блин, на, его было достаточно. Так. Откуда их столько, ребят? Блин, у меня аптечки нету больше. Все. Блин, я не знаю, что делать. Неужели с пистолета бомбить, а, ребят? Да какой, блин, топор? Придется так делать. Ооо, 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 тихо, 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 тихо. Не надо, не надо подходить ко мне близко. Блин, да что-нибудь такое-то есть? Нет, ничья. Попробуем, может быть... Так, одного вроде бы заколбасил. Еще там один остался. Блин, единственный плюс, ребят, что у меня жизни постепенно... Тихо. Восстанавливаются сами по себе. Но не полностью, а ровно половинка. Так. Эть! Не могу уйти. А что еще делать? Ребят, я не знаю. Успел, успел. Мне зашкаливает, блин, сердцебиение. Блин, мне бы какие-нибудь, я не знаю, патроны... Нет, патроны-то есть, но на пистолет. Нет, так, у нас тут ноль. Вот, 10 патронов на УЗИ, но этого мало, ребят, да? Давай попробуем. Ну, есть, заколбасили мы этого говнюка. Отдай, как говорится, шоколадку. Все, боеприпасы на УЗИ кончились. На дробовике тоже ноль. Остался лишь пистолетик у меня, никчемный. Ну, придется с ним бегать. Это лучше, чем в рукопашку, согласитесь. Значит, вот сюда вот, да? Мы с вами должны пройти. Так, а что здесь нам нужно сделать? Кто мне скажет? Просто найти тупо выход или что-то включить? Активировать. Так, вижу ящик. Надо его сломать. Мало ли там чего. Нету тут ничего, к сожалению. Что ж тогда делать? Так, а это что у нас такое здесь? Аптечка. О, аптечка, это хорошо. Я всегда люблю, когда есть где восстановить здоровье. Слушайте, зеленая какая-то жижа, и там очень много мух летает. Так, куда же идти-то надо, а? Так, куда же идти-то, а? Это странно. Это у нас обратно. Может быть, нужно посмотреть в камеру опять? Ну-ка, давай глянем. Ага, она не работает. Обломись, как говорится, печенюшка. Слушайте, ну, получается, тогда где-то вот здесь вот что-то я пропустил. А, подожди, это у нас наверх, это к выходу якобы. А может быть, надо выйти? Нет, заперто с обратной стороны. Ага, понятно, понятно. Сердцебиение. Ну, здесь абсолютно нечего делать. Тут даже нету никаких тайных проходов. Ладно, давайте пойдем вот по этой тропиночке. Может быть, она куда-нибудь нас выведет. Так, тут кровь. Ах, вот, вот, ребята. Выбить дверь, естественно. Вбиваем. И... Так, я вижу там УЗИ. Патрон для него. Десять штучек. Отлично. Сколько у нас? Двадцать два патрона. Нормуль. Так, вниз нам не пройти. Самое классное это для УЗИ и для дробовика. Блин, не пройти, ребят, сюда. Тупик. Так. В туалете валяется труп. Хреново. Дайте патроны возьму. Так, блин. А, ребят, это стандарт. Вот это вот у жанра хоноров, да? Что обязательно в туалете, в кабинке будет сидеть трупак. Без этого просто никак нельзя. Смотри-ка. Все тихо и спокойно. Как ни странно. Сохранение. А, блин. Завалил, ребята, проход. Это неспроста. Что такое, что? Ах, как же мне тебя не хватало, буч, а? Повар хренов. Мясник. Или как тебя, блин, назвать? Ладно. По крайней мере, на этот раз у меня не просто, ребята, пистолетик. У меня дробовик. И поэтому я должен его просто заколбасить сейчас. Легко и просто. Опять эта музыка поганая началась. Психоделическая, блин. УЗИ, 10 патронов. Мало как-то, мало. Честно говоря. А что, боеприпасов вообще нет никаких. Только на пистолет. О, ребят. Вот мы, по-моему. А давайте гранату по полу бросить, а? На-ка, выкуси, гад. Ю-ху. Его просто на раз смело. Жалко, конечно, что я последнюю гранатку свою истратил. Да, ё-моё. Ну, будешь ты попадать-то или нет? Как достали эти крысы вонючие, а? Пнул-то неплохо, да, сейчас? Ключ мы с вами подобрали. Отлично. Так, пистолет у нас полностью. Дай батончик или что-нибудь такое. Ага. Напитки дали. Ну, главное, восстановили здоровье. И теперь так. Тут ещё шоколадный батончик. Так, открыть. Ключ у нас есть? Есть. Мы же с вами подобрали. У этого мясника. Сохранение. Замечательно. Так, бьём. Опять какой-то впереди труп. Ай, крысы, крысы, крысы. Отлично. Слушайте, я уже, наверное, скоро буду их просто отстреливать. Надоело мне их уже пинать. Они как бешеные какие-то. Смотрите, половину здоровья отобрали. Какие-то вонючие крысы. Блин, этот гад встанет. Я больше уверен, что он встанет. Подорвётся и побежит на меня. Так, у меня больше ничего нету, да, ребят? Вообще по нолям. Только лишь пистолетик. Никчёмный. Так, может быть, здесь что-нибудь будет, а? Для УЗИ. 25 патронов. Нормуль. Так. А вот это что такое? Интересно не знать. А, это, ребята, ящик. Интересно, а где я должен узнать пароль на него, чтобы открыть? Да, очень интересно. Так, ну что, ребят, мы с вами спустились ещё ниже на этаж. И нам нужно попасть в старое депо. Как нам сказ... Приём, анаконда вызывает сверчка. Как слышно? А с тобой сложнее, чем я думал. Сверчок слушает анаконду. Вот что ты должен отвечать, новобранец. Вопрос. А могу ли я сам выбирать себе позывной? Никак нет. Позывной даёт командир. Ты сможешь изменить его после успешного выполненного задания. И если останешься жив. Очень вдохновляет. Пускай тебя вдохновит новый приказ. По имеющимся у меня данным, солдаты обесточили железную дорогу до базы. Поэтому найди подстанцию и запусти генераторы. Потом садись на военный поезд и жди указаний. Конец связи. Нет, не конец. Я ничего не понял. Какая станция? Какие генераторы? Конец связи, сверчок. Да, конечно, у анаконды, конечно, голос грубоватый. Но она якобы командир, поэтому приходится мне именно так её озвучивать. Ну что ты, Олах. Пора с тобой заканчивать. Отлично. Так, он тут отстреливал зомбарей. Мне туда не пройти, к сожалению. Выбить дверь. Оу, оу, оу. Тихо, тихо, тихо. Нифига ты хитрожопой. Подловить меня хотел, гад, а? Ну, сейчас ты выкусишь говню. Хорошо, что они тоже, ребята, перезаряжаются. Значит, у них патроны заканчиваются. А не то, что как во многих играх. Я лично перезаряжаюсь, да? А они, блин, стреляют, как будто у них бесконечные обоймы. Так, ну что, ничего нету, да? Ничего взять не могу. Никто не идёт. Дайте хотя бы пожарать что-нибудь. Так, батончик, и то спасибо. Ключ. Ключ, аптечка. Что тут за... Оу, откуда вы, вонючие крысы, взялись-то? Я не пойму. Из этих вонючих долбанных матрасов? Хе-хе-хе-хе. Да ё-моё, даже в мышь попасть не могу. Вот о чём я вам говорил по поводу прицеливания, ребят. Хреново оно тут сделано. В Миланой намного-намного лучше. Хотя тоже проблематично там. Так, ну-ка. Патрончики. И опять же ящик. Блин, я не знаю, ребят, наугад, наверное, не прокатит. Ага, дудки. Странно, а где же интересно брать пароли? Ну, на самом деле, я очень уверен, что там какие-нибудь прикольные лежат штуки. Которые нам пригодились бы. Так, погнали. Что такое? Переключить. Активируй терминал. В плане активируй. И... Так, нам нужно три предохранителя, ребят, найти где-то. Вот так вот. Ага, это мы уже с другой стороны с вами. Ясно. Ну что же. Тихо ты. Упырь, блин. Ай, зажимает. Тут, кстати, ребята, вот в чем проблема. Нет, 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 нет. Да ладно. Если бы не аптечка, все, ребята, расписали бы меня здесь по полной программе. Больше, к сожалению, их нету здесь. Так, дробовик. Три патрона. УЗИ. УЗИ 40. Отлично. Хотя бы так. О, батончик, напитки, все дела. Короче, я должен где-то здесь искать. Это предохранители. Причем три штуки. Да ломайся ты уже. И почему-то мне кажется, что не все так будет просто, как я хочу. Ага. Так, это что у нас? Это у нас... Блин, не могу зайти. Хорош, хорош шуршать. Я слышу, что вы где-то здесь кряхтите, жрут уже там кого-то. Блин, гады. Ну, что, залп. Естественно, залп, ребята. Так, патронов. Не можем подобрать. Лучше бы они так давали патроны на дробовик и на УЗИ, чем на пистолет. А сейчас мне знаешь, кажется, где мы с тобой идем. Помнишь, в начале, когда мы бежали по мосту, нам показывали, что внизу там трупы бегают, там что-то жрут. Вот это именно то место. Так, ладно. Где, 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 где? Ага, бежит. Оу, сколько у вас здесь. Так, иди сюда, Олух. Готов. Так, что такое? Что? Откуда ты взялся-то, хмырь? Хе. А, вот сюда можно заходить. Понятно. Обожает патрончики на дробовик. Потому что я считаю, что при ближнем уроне дробаш вообще рулит. Убойка у него, будь здоров. Так, что это такое? Переключить. Ёппа-разоте. Переключил на свою голову. Ай-яй-яй. Больно. Ну, здоровый пока есть. Пока есть, ребята. Аптечки вот нет. Вот это хреново. Ох ты, сколько их тут, здесь. Так, справились. Шикарно. Блин, где эти предохранители-то, а? Где их искать? Может быть, где-то вот в ящиках они будут лежать. Мне кажется, так оно и должно быть. Спрятали их просто-напросто, да и все. Аптечка, это хорошо. Почему-то аптечку не берем. Странно. Ну, где... О, да что за сраные матрасы, в которых находятся эти крысы? Я не понимаю. Это же матрасы, да? По-моему, да. Выглядит, по крайней мере, так. Матрас бича. Так, еще... Да, ее... Ага, ребят, вот, по-моему, и предохранитель, да? Отлично. Один есть. Ну что же, еще остается найти нам два. И где только их найти? Ну, я так понял, что они где-то в вагонах спрятаны. Поэтому нам нужно здесь все хорошенько облазить, обсмотреть, пронюхать. Так, здесь вроде бы тупик. Мы никуда не можем отсюда рвануть или выйти. Тут тоже тупик. Здесь вроде бы мы с вами посмотрели хорошо, ничего нету. Сюда не могу зайти. Так, а здесь... Ага, вот, еще ящик. Так, с крысой почему-то, блин. Может быть, здесь? Нет, тут только жрачка у нас. Хм. Интересно. Слушайте, а может быть, надо по одному предохранителю брать? Один нашли, отнесли, потом идти за вторым. Может быть, тут такая логика. Потому что мы вроде бы как все с вами прошли, и я что-то не видел там больше никаких... Так, патрончики. Никаких больше предохранителей мне не встречалось. Здесь мы, естественно, тоже не можем с вами никуда зайти. Абсолютно тупичок. Так, хорошо. Здесь, если мы в этом направлении с вами прогуляемся. А тут нечего делать вообще. Ха! тут все перекрыто. Так, ладно, давайте попробую я все-таки поставить один предохранитель. Выгорит-то хорошо, если нет, так пойдем дальше где-то искать с вами. Куда его надо вставлять-то, я не знаю. Так, активируй, да? Найди все предохранители. Все, ребят, я понял. Значит, нам нужно найти все три штуки. Вот черт подери. Куда они могли их засунуть? Я же вроде бы как все пробежал и... Хм, странно. Так, тут трупаки у нас лежат, никчемные. Нет, ну если еще, конечно, разочек хорошенько уже проверить все доскональненько. Чтоб все было четенько, как говорится. Так, дорожный знак. Нам туда... И он не ломается, да? Понятно. Нам его не сломать. Давай, наверное, вот сюда зайдем, посмотрим. Но тут только для дробовика патроны. Ничего больше нет абсолютно. Сюда мы зайти не можем. Так, сюда, если только зайти. Ну, давай посмотрим, что тут. Блин, теперь взяли аптечку. В тот раз не могли взять. Ага! Ха-ха! Что такое? Опа-опа-опачки! Что-то... Ё-моё! Нифига! Так, надо быть аккуратнее, предельно осторожным. Сейчас выбегу, да? Нет? Ага! Только до ящика доходишь, начинает... Вот. Вот они бегут. Так, погнали. Черт-черт-черт! Тихо! Тихо-тихо! Не надо! Блин, у меня есть аптечка есть одна. Так, хорошо, минус. Минус одну. Так. Ха-ха-ха! Ну, а что еще делать, ребята? Вот приходится как-то так выживать. Ай-яй-яй! Все, ребят, потратил я последнюю аптечку. И последний гад остался. Какой-то я не пойму, блин, даже как жаба какая-то. Ух! Так, что здесь? Здесь пусто, по-моему, да? Нет, есть проход. Ну-ка, что тут? Патроны для пистолета. Ну, дайте мне крыса. Крыса, блин! Так, вот ее. Эксит. Так, этому куда с вами? Опа-опа, смотри! Блин! Куда ты лезешь? Слушай, сраные мыши вы достали уже. Это был обычный рейд. Наш отряд прочел... Подожди-ка, крыса. Так, теперь, наверное... Во! Второй предохранитель, ребята. Ну что, теперь, наверное, можно и почитать спокойно. Это был обычный рейд. Наш отряд прочесывал старое депо в поисках дезертиров и гражданских. Все знают, что быть рейдером – это паршивая работенка. Но выбор у нас невелик. Или выполнять приказ, или стать дезертиром и умереть на арене. Кадавры напали на нас внезапно, разделив отряд на части. Я и Эрни оказались запертыми между старыми вагонами. Железный Эрни, что ли? Пошли третьи сутки без сна. Эта тварь уже не оставит нас в покое. Я видел, как ее глаза блестят в темноте, а когти скребут по обшивке вагона. Я прилег на полчаса. Когда открыл глаза, Эрни уже не дышал. Его тело пожирали крысы. А сам он лежал с открытым ртом, как будто пытался крикнуть мне «Беги!». Эрни начал шевелиться. Он ползет ко мне все ближе. Я так больше не могу. Жаль, что больше никогда не увижу свою прекрасную жену Луизу. Я люблю тебя, Лулу. Прощай. Короче, ребята, все они сдаются. А ну-ка, а если я бочку вот эту вот взорву, ребят? Как вы думаете, это мне что-нибудь даст? Может быть, какой-нибудь проход? Сейчас попробуем. Так, ай. Полностью патрончики у нас оказывается. Так, здесь больше нет ничего. Ладно, ребят, я взрываю, короче, на свой страх и риск. Так, это мы читали. Все понятно. Так, надо подальше встать. Вот так. Да, смотрите, есть проход. Так, отодвинем эту хрень. Слушай, что-то знакомо. А, ребят, вспомнил я. Мы же здесь были с вами. Только мы с другой стороны, знак с вами этот. Так, а как я туда попал? Я не помню. Мне нужно побегать там. Я больше уверен, что предохранитель где-то в той стороне находится. Так, ну почему-то я не могу. Здесь все закрыто, заперто уже, как ни странно. Куда же нам тогда идти? Мне нравится, как этот труп валяется. Руки по сторонам, да? Лежит, валяется. Отдыхает, так скажем. Тихо, тихо. Не надо, не надо, чтобы тебе адреналин тут зашкаливал. Братишка, успокойся, пожалуйста. Будь на расслабоне, как я. Не кипишуй. Сосредоточься. И подумай, где может быть предохранитель. Так, давай-ка вот здесь вот мы попробуем с этой стороны. Так. Ага, для пистолета полностью. Нужен последний предохранитель нам, ребята. И где-то он должен находиться именно здесь. Так, подожди. Ага, вот сюда мы выходим. Так, ящик может быть здесь? Нет. Так, дай-ка сломаю я этот. Патроны. Так, бочка. Может быть взорвать? И посмотреть, что? Проход какой-то, не? Хм, странно. О! Так, аптечка. И вот, ребята, предохранитель. Все. Теперь бежим быстрее активировать. Наше депо, я так понимаю. И, наверное, будем отсюда сваливать. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Быстрее. Я одного не могу понять. Какого хрена здесь везде валяются сраные, обосранные эти матрасы? С какого вдруг перепуга-то? Из которых, естественно, потом вылазят мыши. Тихо. Погоди, погоди. Что такое? Что за дела-то я не понял? Ребят, я вас вроде бы всех уже почикал давным-давно. Ну, откуда вы бежите-то все? Такого просто не может быть, чтобы я где-то упустил момент вас прихлопнуть. Да, блин. Да ладно, блин. Только не надо говорить, что вы тут активировались. Ни с того, ни с сего вдруг. Патроны тут на вас еще трать свои, а? Так, это для УЗИ. Ага, вот мы и дошли. Ну что же, давайте, наверное, воткнем... А, нужно активировать вначале. Активируй все генераторы. Ну, я активировал. А, вставляем теперь предохранители. Ну, все, надеюсь. Что нам показывают? Ага, активация депо пошла. И зомбари, да, как всегда? Не? А я думаю, знаете, как сейчас покажут? И зомби целые толпы выбегают. Я должен... Тихо. Хотя, почему не... Вот они и бегут. Сосунки хреновы. Блин. Так, ну это лошпен. Специально, ребята. Как говорится, поближе его подпустил, чтобы поубой не разнести. Что-то музыка мне не нравится, какая-то накаленная. Сохранение. Так, ломаются ящики-то, нет? Ящики армии США. Так, а что это у нас такое, ребят? Мне кажется, что это какой-то пулемет стоит. Я могу, конечно, и ошибаться. Что? Что опять? Меня начинает штырить опять, да? Это все не к добру. Но я не могу двинуться. Как это ни странно. Вообще ничего не могу сделать. Могу только вот крутиться. Это специально так сделали? И сейчас я вот на этой, наверное, точке должен буду обороняться. Один. Два. Три. Буч. Ублюдок гребаный. Мы нашли тебя. Это кто это мне написал, интересно? Так, тихо, ребята. Штырит. Штырит не по-детски. Так, я сейчас, наверное, должен буду... Слушайте, ну этот пулемет, наверное, неспроста здесь, да? Смотри-ка. Прием. Почему поезд остановился? Это может быть перезагрузка автоматизированной системы управления поездами. Остановка может продлиться минут пять или дольше. Автоматизированная остановка чего? Что мне делать? Поезд не покидать. Это не просьба, это приказ. Конец связи. Так точно. Ох, ребята, ну и жопа. Это полная и жопа. Ладно, попробуем, попробуем. Мы не отступимся же с вами, да? Фух. Понеслась. Блин, эти бочки нужно взорвать. Ё-моё. Блин, опять, опять завалили. Чёрт подери. Ещё разок поехали. Не отступать и не сдаваться. Ну, козлы, сейчас вы у меня получите. Ребят, главное их к себе не подпустить. И всё будет на мази. Ты отвали ты. Так, 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 тихо, тихо. Вот эти вот самые скоростные. Их главное не подпустить к себе. Всё. Бочки мы все взорвали. Всё горит. Нам прождать 50, там, секунд. Давай-давай, выходите, уроды. Всё-таки хорошо, что здесь нету перегрева или патроны, как говорится, могут закончиться. А иначе бы здесь, наверное, была бы полная сзадица. Идут потихоньку. Блин, ещё 35 секунд, ребята. Ну. Ну, чё вы так медленно-то бежите? То вас до хрена, то мало, не поймёшь. Давай, подходи. Ага. Не, ну лучше вот эти медленные пускай идут, чем эти бегуны, которые очень быстро бегут. Тем более с разных сторон. Пока на одного переключаешься, второй уже успевает подбежать. А когда-то за этой установкой хрен чё получается, ребята, сделать. А отбиться в ближнем бою просто шансов ноль. Воу-воу-воу, тихо. Фу, ё-моё, блин. Чуть-чуть бы и продинамил сейчас, а. Нельзя, нельзя позволять этого, ребята. Это нельзя, чтобы они подошли. О, мы уже тронулись. Хе-хей. Отлично. Ну что же, всё-таки прошли. Глава 7. Псы войны. Они называют себя солдатами. Ну что же, дорогие мои друзья. Я думаю, что на этой ноте, пожалуй, можно и завершить этот видосик. Всем, естественно, большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И продолжим играть в эту прекрасную, ужасную и интересную игру. Так что, ребята, всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...